Приветствую вас, и я на ваш вопрос не отвечал, когда вы задавали его в первый раз, соответственно, думаю, что имеет смысл ответить вам сейчас на него, и начать свой ответ я бы хотел с того, чтобы поговорить немножечко о природе страха, о том, что это такое, о том, почему он, этот страх, возникает, с чем он связан, чего хочет человек, который боится, и так далее. Начать, пожалуй, нужно с того, чтобы заметить, страх страх, всегда, это, по сути, вы знаете, вот то, что это защитная реакция, вам уже сказали, вот, это скорее такой свой способ, своя попытка, если угодно, рационализировать то, что происходит в исламе. То есть страх – это то, как мы сами себе объясняем то, что с нами происходит. Вот это в психологии называется страх. Вообще, конечно, существует много определений этих самых страхов, вот, и данное определение, оно не единственное, да, то есть есть еще и множество других определений, ну, одно из них, например, звучит так, что страх – это мистификация, просто мистификация каких-то понятий, вот. то есть когда у человека нет адекватных, правильных, четких, реалистичных, самое главное, понятий об окружающем его мире, человек начинает действовать и оперировать не совсем реалистичными понятиями. И из-за этого начинается страх, из-за этого начинаются проблемы. Соответственно, искаженные понятия, нереалистичные понятия требуются подкорректировать, чтобы они стали все-таки более реальными и тогда, в общем-то, никаких проблем у вас не будет уже. Ибо им просто неоткуда будет прятаться. В психологии есть и такое определение страха, как рассмотрение его в качестве подушки безопасности между тем, что в вашей жизни произошло когда-то и тем же, что вы сами хотите. То есть, грубо говоря, страх нужен человеку, который, например, чего-то не хочет, которому, например, что-то не нравится, который, например, чего-то пытается избежать и который что-то отчаянно пытается, например, убрать из, допустим, зону своего влияния. То есть, человек не хочет, чтобы с ним, чтобы рядом с ним находилось вот это вот раздражающее его явление, событие и так далее. Дабы проиллюстрировать вам это, можно привести пример боязни самодолгов, за которыми, за этими примерами, за страхом, перед которыми очень часто кроется страх или даже не страх, а обида на родителей, например. Так или иначе какая-то обида на родителей, попытка избежать ответственности. Если человека не приучали к ответственности с самого раннего детства или, например, эта ответственность воспринималась человеком исключительно как что-то негативное, как что-то очень, ну, такое тяжелое, как что-то неподъемное, да, вот, то, соответственно, человек будет пытаться избежать ее всеми возможными способами. И один из способов такого избегания – это и есть страх. То есть страх помогает нам избежать того, чего мы не хотим. Психология – это называется маленький профессор психологии. То есть когда вы говорите, что вот у меня, по-моему, социофобия, да, вы таким образом, как ни парадоксально, снимаете с себя всю ответственность за то, что с вами происходит, по большому счету. То есть всё, у меня социофобия, всё, я как бы ничего не знаю, ничего не хочу, ничего не умею и так далее, и так далее, и так далее. Вы убегаете таким образом от ответственности за себя. То есть да, вам может быть хочется, но это желание сознательное. А подсознательное желание, которое началось, может быть, вот пять лет назад, либо, может быть, ещё когда-то раньше, о чём вы не говорите. Может быть, это какие-то неоконченные, как это говорят, дела детства. Такое тоже вполне себе может быть. И это всё заставляет вас чувствовать то, что вы чувствуете. Ведь в действительности никакого страха нет. нет и быть не может. Никакого страха, никаких страхов не может быть. Потому что это очень такое, знаете, ну, как бы это сказать, очень субъективное такое понятие. Оно находится только у вас в сознании. Вот. Как я уже сказал, страх для чего-то вам нужно. Вот. Это тоже, что можно сказать непопредственно про природу страха. Дальше. Если мы говорим с вами о том, что у вас началась пять лет назад эта вот социофобия, это вот такая вот симптоматика не очень хорошая, то здесь можно и нужно сказать следующее. Что именно пять лет назад что-то с вами произошло. Что-то случилось, что-то негативное, нехорошее имело место быть в вашей жизни. Вот. Что-то, что вы до конца пережить не смогли. Вот. Такое, в общем и целом, тоже довольно, ну, часто случается, когда человек не может пережить какие-то вещи, человек не может до конца выразить какие-то свои переживания. и из-за этого, из-за того, что он до конца не может этого сделать, человек, ну, в общем-то, мучается, страдает, переживает и так далее. То есть нужно вернуться туда, вот в момент этого переживания, ключевого переживания, и постараться его заново пережить. Но этот раз до конца. очень может быть, что ваше сознание, попросту говоря, вытеснило некое переживание, там это с ним вам было бы очень тяжело жить, и перенесло его в виде вот такого страха. тем самым, защищая вас, безусловно, от чего-то, но тем же самым, и мешая вам, собственно говоря, жить. И это тоже нужно участвовать. Обязательно. В любом случае. Это необходимо. Далее. Далее у нас с вами идёт то, что вы это привязываете к зиме. И у вас появляются комплексы и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Видите ли, фобия, какой бы она ни была, в любом случае, фобия, это не что, не что-то такое, что появляется на какое-то время, да, а потом, как бы, ну, исчезает. Фобия это то, что, по сути дела, и вообще-то говоря, есть всё время, и существует всё время. Если у вас это не так, ага, а у вас это не так, судя по тому, что вы написали, то это не фобия. Это не фобия, а это именно, скорее, некий такой, в случае, именно защитный механизм, который позволяет вам, ну, вероятнее всего, получать то, что вы хотите. Вероятнее всего. Я думаю, по крайней мере, именно так. То есть, время года, и так далее, это всё значения особо не имеет. Так, значит, ну, доходить до униса, да, то есть, понятно, в такое время я обычно редко, мне бы хотелось найти специалисты, который уже помогал людям с подобной проблемой или социофобией. Оптимальный вариант для нас, это, в общем-то, наверное, психолог, чтобы не пичкать вас лекарствами лишний раз. Вот, чтобы вы не вредили себе лекарственными средствами и препаратами, вот, чтобы всё-таки как-то, ну, берегли себя. То, что вы отписываете, вполне можно решить безмедикаментурным путём, вполне можно решить безмедикаментурным путём, более чем. Вот, для этого, в общем-то, достаточно только начать работать, да, то есть, вот, не так, как вы это делаете, да. Задаете один вопрос, второй вопрос, да, там, что-то ищете, вот, и так далее. А именно начинать работать, да, то есть, именно работать с психологом и разбираться, выяснять, там, смотреть и так далее, так далее, так далее, вот, всё это делать. И тогда я полагаю, что проблем у вас будет гораздо меньше, вот, тогда я полагаю, что это вас начнёт отпускать, потому что, ну, в процессе работы мы с вами будем, ну, например, мы с вами, или кто-либо другой, не обязательно мы. За эту работу вы поймёте, что с вами происходило, что с вами произошло, что привело, собственно, вот, такой вот, немножечко, странный, странный, непонятный реакцию, вот. То есть, всё, это всё решаем, вполне, вот. Главное, чтобы у вас было желание на это, ну, и поймите, обязательно учтите, что это потребует каких-то, временных, вот, и материальных заплат, скорее всего, от вас, вот. Я думаю, что, в общем и целом, именно так можно ответить вам на вопрос, на ваш, вот, на этом всё, я думаю, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду раз помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!